BMW это тот завод, который реально заморачивается за качество своего оригинального масла. Они берут пробы у официальных дилеров и все время смотрят определенные характеристики. И здесь ТО зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. То есть, если вы катаетесь по трассе на автомобиле, то можно менять и раз 15 тысяч километров, но до этого лучше не стоит доводить. Представим, 12 тысяч километров, это если у машины исключительно трассовый пробег. Если у вас смешанный цикл эксплуатации автомобилей, то это где-то 10-12. Если вы катаетесь по городу где-то раз в 7-8, но если вы BMW эксплуатируете по полной, как в основном это и делают, то масло лучше менять раз в 5 тысяч километров. И всегда нужно использовать оригинальные расходники. Даже если мы возьмем оригинальный салонный фильтр и аналоговый, который поставляется в оригинале, например, MAN, он реально отличается качеством. Масляный, воздушный тоже исключительно оригинал, и само масло лучше заливать оригинальное. А интервалы вы уже поняли. По ТО закончили, давайте перейдем к коробке. В коробке здесь стоит автомат, полноценный гидротрансформатор. Стоит ZF, 8 ступеней. И что мы получаем по коробке? В коробке по регламенту завода BMW масло на весь срок эксплуатации. Но поскольку коробка ZF, если мы заходим на ZF сайт, ZF каталоги, а это все в общественном доступе, любой может на них зайти, просто набирайте каталог ZF и все, и вас сразу же перекинет на официальный сайт, то там регламент указан раз в 80 тысяч километров. Будьте любезны, замените масло, чтобы коробка у вас ходила долго. Я считаю, если вы машину и в хвост, и в гриву, то меняйте масло раз в 50-60 тысяч километров, для того, чтобы коробка ходила гораздо дольше. Что касается запчастей, что мы получаем? Если мы хотим перфекционизм, если мы хотим все обслужить на оригинальных компонентах, сам фильтр, а он идет вместе с поддоном, он стоит около 15 тысяч рублей. Литр оригинального масла стоит около 3,5-4,5 тысяч рублей. Все это будет подробно в табличке в описании. Но поскольку коробка у нас ZF, масло туда поставляется ZF, и оно просто упаковывается, полный комплект 6 литров масла плюс масляный поддон по стоимости выйдет около 15 тысяч рублей. То есть сэкономить можно раза в 3 на ровном месте, при этом в качестве вы никак не потеряете. Разница лишь будет, мулька BMW, без мульки BMW. По коробке закончили, а теперь вступает Миша и рассказывает нам про мотор и про особенности содержания. Немного поговорим про мотор этот. Зря Женя пригнал нам такую машину с таким двигателем, потому что про него рассказывать абсолютно неинтересно, не ломучая абсолютно. Показывает себя только с лучших сторон, едет хорошо. В сервисах не висят машины подолгу с ним. Обычно это банальная замена масла фильтров. Максимум, что может отъехать в первые 30-40 тысяч, это клапан вентиляции топливного бака. Но это обычно и происходит из-за нашего топлива. И меняется вопрос по гарантии абсолютно. Если дальше смотреть проекцию, сколько это будет стоить, и когда она сойдет с гарантией, посмотрите в ссылке снизу в описании. Про этот двигатель это B48, унифицированный двигатель с дизелем. Блоки одинаковые, отличаются именно за счет того, что бензин и дизель. А так блок, повторюсь, одинаковый. Этот же двигатель существует в вариации трехлитровый. И там отличается поршневая и прошивка. Отличается еще прошивка. Не стоит все-таки заливать в двухлитровый двигатель. Это очень сейчас актуальная тема для многих. Залить в двухлитровый двигатель прошивку от трех литров. Не стоит этого делать по той простой причине, что топливо под такой двигатель вы тяжело найдете. И вот там можете получить неисправный двигатель. Там развалится поршень, что-то страшное произойдет. А так автомобиль очень надежный со стороны двигателя. Касательно коробки. Коробка 8HP ZFская. Женя про нее рассказал про обслуживание. Заострять внимания не будем. Можем еще поговорить про полноприводные такие автомобили. Раз в 60-80 тысяч поменяйте масло в раздатке. Это полезно. По регламенту BMW этого делать не нужно. По чисто своим наблюдениям это продляет жизнь раздаточной коробки передач за счет нового масла и его улучшенных свойств, когда оно реально новое. Если смотреть по этим автомобилям, на вторичном рынке предшественника этого двигателя вы встретите гораздо чаще. Это двигатель N20 в двух вариациях 2 литра и 2,8. Опять же, отличаются они поршневой. И всегда можно понять, если попадаются такие автомобили двухлитровые, задушенные, которые можно зашить в 2,8, там всегда присутствует опция низкая компрессия. Соответственно, такой двигатель можно легко, спокойно чиповать до 2,8 и это абсолютно спокойно переживает с этим двигателем. Предшественник показал себя, в принципе, с хорошей стороны, но всегда существуют нюансы. И распространенная тема для тех двигателей. Первый момент – это цепи. Цепи периодически начинают выйти. Выйти начинает всегда нижняя цепь масляного насоса. Если вы уже с этим столкнулись, то тогда не ленитесь, не жалейте денег, меняйте вместе с основной цепью и всеми необходимыми расходниками. Дальше по двигателю N20 тоже распространенная болячка. От нашего топлива начинает течь топливный насос высокого давления, который установлен на нем. Получаете, что тяжелый запуск двигателя, особенно после минут 15-20 в стоянке, и тяжелый запуск двигателя после длительной очень стоянки, когда паров топлива в картерных газах очень много. А так, N20 тоже довольно-таки надежный двигатель, опять же, если в него не было внедрения некорректных прошивок или какого-то очень плохого топлива. И опять же, всегда, помните, своевременное обслуживание спасает от многих болячек. Банально все. Воздушный фильтр, свечи, масло. Касательно регламентных работ так таковых не существует. Все по осмотру. При замене масла всегда осматривается основной ремень, и состояние его меняют. Свечи в среднем где-то раз в 45 тысяч, в зависимости, опять же, от того, как вы ездите. Если спокойно и по трассе, в принципе, можно даже и 60 откатать. Это довольно-таки хорошая свеча. Опять же, говорим про оригинал. Чем меньше неоригинальных запчастей вы используете в этом автомобиле, как и в B-моторе, как и в N-моторе, будет ездить лучше, ровнее и интереснее. По подвеске здесь что встречается? ШАЭСы. В принципе, все прекрасно понимают, что это такое. Если не понимаете, почитайте в интернете. И амортизаторы. Соответственно, как распознать, что ШАЭСы кончились? Раскачиваем автомобиль влево-вправо, и она начинает, как ржавая телега, просто скрипит. И, соответственно, это пропустить просто нереально. Это всегда слышно. Касательно амортизаторов, так как подвеска в наших условиях работает довольно-таки много, ямы, кочки, рельсы и все остальное частенько пробивает ее. И в какой-то момент уплотнение на штоке перестает держать, во-первых, газ, он выходит, и автомобиль становится по ощущениям мягче, и потом уже начинает течь масса. Своевременный осмотр это всегда выявит, соответственно, и, издавая вот эту вот характеристику, управляемость будет ощущаться, что она меняется. По подвеске в остальном тут рассказать особо-то и нечего. Ну, в сайленд-блоке продольных тяг точно так же периодически выходят, поперечные рычаги. Но, опять же, это все-таки наши условия, наши дороги, и чем будут они более гладкими, тем больше будет ходить эта подвеска. Касательно цен и запчастей, это, наверное, самый актуальный вопрос. Тут раздваивается мнение на тему того, что какие запчасти ставить. Каждый выбор для себя делает сам, но рекомендация следующая. Оригинальные запчасти явно лучше себя ведут, явно более долго ходят, и плюс их в том, что на них всегда есть два года гарантии. Если вы обслуживаетесь либо у официального дилера, если у партнера по качеству, неважно. Вы получаете эту годовую гарантию, и если с ними что-то начинает идти не так, всегда вам официальный дилер в этом поможет при наличии всех документов. И, соответственно, автомобиль вы просто пригоняете, они осматривают, подтверждают. Вопрос решается день-два рабочий, и получаете, опять же, гарантийную новую запчасть. По подвеске в целом все, как и этот автомобиль, так и предшественник. У них подвески идентичные, и переработки какой-то грубой там, глубокой не было. Ждем новую G-серию, она будет интересна, но появится она, увы, ах, не очень скоро. Теперь поговорим немножко про тормоза. В принципе, все зависит от того, как вы ездите. Если вы душите в пробках, чего эти автомобили, кстати, вообще не любят, то хватает где-то тысяч на 30 комплекта колодок, диски меняются в среднем раз в две замены колодок. Все измеряется по выработке на диске. Да, там есть свои цифры, там есть специальное приспособление штангенциркуль, специальное, чтобы померить это все. И, соответственно, в любом нормальном сервисе вам всегда покажут, расскажут, объяснят, как зачем, почему. Чаще быстрее сгорают обычно при такой манере езды передние колодки, и, в принципе, по этой манере езды все. Другой вопрос, если вы на ней собираетесь наваливать, наваливать, наваливать. Тогда здесь чуть-чуть все это почаще, соответственно, тормозом пользуемся больше. Оригинальные колодки очень хорошо работают на этот момент. Есть даже статья в авторевью, можете поискать, почитать, о том, как работают, как нагреваются, потери эффективности торможения и всего остального. Мы сейчас говорим только про оригинал. Очень часто эти автомобили любят оснащать после, особенно, какой-нибудь чиповки. Поставить тормоза побольше – да, не вопрос. Но, опять же, выбирайте по качественному производителю, потому что собирать на самых дешевых тормозах автомобиль, который будет очень быстро ехать, абсолютно бессмысленно. Соответственно, касательно аналогов по этим автомобилям, все чаще и чаще выходят различные акции по запчастям на эти автомобили, и по приемлемой цене они абсолютно получаются, абсолютно адекватных денег стоят. Если рассматривать какие-то аналоги, как любят люди, говорят, что Текстар, ТРВ, АТЕ, АТЕ становится постепенно дороже, дороже, чем даже оригинал, если именно правильно поставщик, правильные запчасти. По тормозам, в принципе, все. Тормозит хорошо, поворачивает хорошо, больше тут добавить нечего. Подводя итог по этому автомобилю, каждый выбирает себе по мере необходимости, по мере того, что ему нужно конкретно от автомобиля. Нужна рулежка, нужна полная отдача, нужен задний привод. И понимать, что все неоднозначно в жизни, тогда вам реально к BMW. Это машину, которую покупают не разумом, а покупают сердцем. Будем честными. И как вы поняли, что ребята из Вайер Моторс умеют грамотно обслуживать эти тачки. Самой крутой фишкой, которую я считаю, дал завод BMW конкретно, это возможность таким профильным станциям, если получить аккредитацию, обслуживать гарантийные автомобили с сохранением гарантии. Да-да-да, если у вас машина гарантийная, вы ее спокойно можете обслуживать в Вайер Моторсе, и при этом вы никогда не следите с гарантией, потому что у них есть специальный договор с BMW Русланд. По итогу, машина огонь, ребята красавчики, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Надеюсь, вам реально понравился этот ролик, потому что там еще на парковке стоит легендарный Е53, про который все хотят понять информацию. Поэтому, если вы хотите узнать, сколько будет стоить содержать 53 на 3-х литровом бензиновом моторе, напишите нам в комментариях, если мы соберем определенную отдачу от аудитории, то мы обязательно снимем этот автомобиль, и про него также расскажут профессионалы, которые обслуживают BMW. Еще раз спасибо и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok